Чужой беды не бывает. Белшина отправила гуманитарную помощь для Курской области. Мы вместе с людьми, которые пострадали. Почему важно не оставаться в стороне? Немыслимая агрессия. В Могилёве задержан напавший на правоохранителей экстремист. Мы готовы к развитию любой ситуации. В каком состоянии милиционеры? Кролем, брасом, ботерфляем. С октября бассейн лесной переходит на тестовый режим работы. Есть определенные люди, постоянные люди. Когда последний сеанс? А также военное оснащение и с пользой. В Бавруйске прошла диалоговая площадка, профилактика со знаком качества. Какие лайфхаки приобрела молодежь? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Перспективы развития. Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Брестскую область. Тематика поездки – военные. На обуз Лесновском полигоне главе государства доложили о перспективах развития беспилотной авиации ВС с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Также президент ознакомился с образцами вооружения, специальной и военной техники, которые были разработаны на оборонных предприятиях нашей страны. Сегодня война – это война беспилотников. И начало военной операции в Украине. И сейчас это, как в Одессе говорят, две больших разницы. Сейчас мы все видим, что без беспилотников ВПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками вот этими маленькими и прочими ударными гоняться за солдатом. Уже посчитали – солдат в пять раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно, грубо говоря, как военные считают, на войне. Потому что подготовить солдата, экипировать и прочее – пять раз дороже, чем тот беспилотник, который гоняется на поле боя за этим солдатом. Поэтому без беспилотников ни о какой победе, ни о какой войне разговора сегодня нет. Они уже заняли свое место. После совещания Александр Лукашенко заявил, Беларуси нужно и дальше укреплять свою обороноспособность и в случае агрессии быть готовой противостоять противнику. По словам главы государства, какой бы ни была острая обстановка вокруг нашей страны, тенденции к развязыванию войны пока не наблюдаются. Защищать Синеокую призваны вооруженные силы, но при необходимости будут оперативно организованы народные ополчения и территориальная оборона. Показал истинное лицо. В областном центре задержан экстремист, который напал на милиционеров. 23 сентября около 11 часов утра оперативники опознали местного жителя, причастного к экстремистской деятельности. Правоохранители подошли к мужчине и предъявили удостоверение. Могилевчанин отреагировал агрессивно. Достал нож и начал наносить удары. А еще что у вас было? Еще самодельный был. Что самодельный? Палеты. Он был заряжен? Я не помню. Применение табельного оружия на месте было невозможно. Чтобы максимально обезопасить граждан, стражи порядка прикрыли собой окружающих. С ранениями различной тяжести они госпитализированы. Прибыв в Могилев, министр внутренних дел Иван Владимирович Кубраков дал ряд соответствующих поручений и лично посетил сотрудников милиции в учреждениях здравоохранения. Один из них находится в отделении реанимации, где ему оказывается квалифицированная медпомощь. В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружены патроны, холодное оружие, пособия по изготовлению изуретических веществ, экстремистская литература, книги по психологии. По факту покушения на убийство оперативных сотрудников МВД возбуждено уголовное дело. Ответить на вопрос каждого. В автотранспортном колледже прошла диалоговая площадка «Профилактика со знаком качества». Каждый раз в проекте, который организовывает Комиссия по делам несовершеннолетних, принимают участие эксперты. На очередной встрече главным гостем стал прокурор Бобруйска. Александр Конецкий настроил ребят на общение в форме диалога, открыто, искренне, без стеснений. Учащихся со всех Бобруйских СУЗах интересовали работа прокуратуры, личный и профессиональный опыт. Существует много достаточно государственных органов, правоохранительных органов. Для того, чтобы молодежь понимала, что для чего служит, каким образом функционирует государство, какие органы работают, какие за что отвечают, необходимо проводить встречи с представителями органов власти и управления. Вопросы позвучали самые разные, впечатления самые благоприятные. Ребята молодцы, задавали, не стесняясь, то, что их волновало. Это достаточно интересно для меня в будущем. Я рассматриваю эту профессию, собираюсь поступать дальше, получать высшее. И сегодня прокурор нашего города, он мне достаточно подробно объяснил, что есть к чему стремиться, что девушка проход тоже везде открыт. Очень много рассказал про свою специальность. Рассказал, в общем, про работу прокурора. Это очень интересно было. Рассказал про свою прошлую специальность следователя. Для нас тоже очень полезная информация, как ребят, которые учатся на юристов. Нам очень понравилось. Думаю, в будущем, возможно, тоже поступать. По его стопам пойдем. Проект «Профилактика со знаком качества» направлен на предотвращение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания, гражданственности, патриотизма и самодеентификации. Помимо этого, встречи помогают молодежи подчеркнуть ориентиры для дальнейшего профессионального становления. С начала сентября республиканская акция «Спина к спине», которую запустили по инициативе общественного объединения «Белая Русь», объединила тысячи неравнодушных людей по всей Синеокой. Наш народ на своем примере показал – настоящая сила в единстве. За кратчайшие сроки белорусы собрали тонны гуманитарной помощи для Курской области. Как это было? Далее. С самого утра в магазине кипит работа. Сотрудники крупнейшего предприятия города бережно упаковывают коробку за коробкой. Внутри – ценный груз, который совсем скоро отправится в Курскую область. Республиканская акция «Спина к спине» еще сильнее сплотила не только коллектив, но и два братских народа. Белшина не осталась в стороне и протянула руку помощи. «У нас все получилось. Собирался сбор наличных денег. Вот мы собрали количество достаточно внушительное. И сегодня производим закупку товаров согласно перечне, предоставленной российской стороной. Это сухпайки в основном, макароны, тушенки, консервы, грешневая каша. Ну, все, что нескоро портившееся». Благодаря общим усилиям почти тонна гуманитарной помощи отправится к своим адресатам. К важному делу руку приложил каждый неравнодушный. Большая белорусская семья своих в беде не оставит. Люди со всех уголков республики с энтузиазмом принимают участие в акции. «Грузите». Напряжённая обстановка в Курской области сохраняется. Многие вынуждены покидают свои дома, успев схватить с собой только документы. В такие моменты любая помощь – малая часть, что можно сделать для тех, кто в один миг лишился крова, пищи и чёткого понимания того, что будет завтра. «Это идёт от чистого сердца всех работников Белшины. Мы и желаем жителям Курской области, чтобы побыстрее на их земле наступил гнев». «Конечно же, очень важно принимать участие в таких акциях, потому что таким образом мы поддерживаем, мы вместе с людьми, которые пострадали. Мы проявляем своё добро, свою заботу, своё внимание, сочувствие. То есть таким образом мы миролюбивые, мы за мир. И, конечно же, мы хотим, чтобы все жили в мире, в согласии и в благополучии». «Мне очень приятно, что Белая Русь проявила такое активное участие в ней. И данный груз, который мы собрали, является всего лишь капелькой, которая образует поток нашей помощи братскому курскому народу». Белорусы в очередной раз доказали – самое главное богатство нашей страны – люди. «Неравнодушные, открытые, целеустремлённые. Они всегда готовы протянуть руку всем, кто нуждается в помощи». Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Плавание весь день. С 4 октября бассейн «Лесной» расширяет время работы. Такое решение было принято по инициативе Бобруйского городского совета депутатов. Во внимание были приняты пожелания горожан сделать возможным посетить водно-спортивный комплекс с утра, чтобы получить заряд бодрости, и вечером расслабиться после работы. Теперь в тестовом режиме объект будет работать по понедельникам и пятницам с 6 до 23 часов. В выходные режим посещения остаётся прежним – с 8 до 21.00. «Обычно суббота, воскресенье, утро, 8 часов, да, есть заполняемость, есть определённые люди, постоянные люди, которые входят в это время. Это там порядка, может быть, 15 человек, может быть, при максимальной, там, порядка 20 человек. Вечером на последний сеанс тоже обычно порядка 15-18 человек бывает». Сеанс обойдётся от 3 рублей 70 копеек до 5 в зависимости от дня и времени. Кроме того, лесной предлагают услуги сауны и игрового зала. Парилка – 47 рублей за 120 минут. Место релакса – 20 за час. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!